Всем привет, мои хорошие! С вами Кеймили, и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. К сожалению, к великому сожалению, так получилось, что я забыла батарейку от своей основной камеры. Эти подробности вы увидите во влоге. Когда мы выходили из дома, у меня было чувство, что я что-то забыла. Помнишь, мам, в лифте я сказала, что-то я забыла. Конечно же, да. Самое главное. Шаурму не забыла. Главное, что шаурму не забыла. Еще стояла целый час у входа. Я маме говорю, зарядку взяли, взяли, камеру взяли, взяли. Все перечислили, кроме батарейки. Погода просто кайф, никого нету. Просто прекрасная атмосфера для пикника. Мама приготовила сочнейшую шаурму. Рецепты я оставлю вам внизу. Переходите, готовьте. Я уверена, что вы останетесь довольны. Здесь немного работают фонтаны. Возможно, будет немного шумно. Но я постаралась выбрать максимально просто тихое место. Тише этого нету. Мам, здесь можно тихтойко снять. Красиво здесь вообще. Очень вкусно. Очень. Я вчера заснула в 2 часа ночи. Мне резко захотелось покушать. Я встала. Мама приготовила такую вкусную кабачковую икру. Я сделала себе 4 бутерброда. Еще в холодильнике была клубничка. Как же хорошо все-таки, когда мама дома. Холодильник заполнен продуктами. Мама здесь ора. Оры. Как сказать? Оса. Оса? Да. И она направляется ко мне. А еще мы забыли салфетки. Хе-хе. Мы планировали, что приедем сюда в 7 часов утра. Я смотрю, время 8. Пока что мама не стучится ко мне. Я думаю, она, наверное, тоже забыла. Давай посплю. Сплю, стучится мама. Ну что, говорит, идем. Я такая, да, чуть позже пойдем. И она как будто ждала этого момента. Быстро побежала и легла спать. Мам. Мы можем открыть бизнес. Мы можем делать бабки. Мы купим себе шмотки. Мы купим себе тапки. Мы можем продавать шаурму. Я тебя буду пиарить. Кстати, мамуля, в комментариях все спрашивают, продает ли моя мамочка грузинские хенгалины. Да. Нет. Все, что изобретает моя мама, для меня это как раритет ЮНЕСКО. Понимаете? Я все это ем. Ваше здоровье. Какая погода сегодня. Вот не жарко, не холодно и нету ветра. Самое главное, нету ветра. Потому что если бы был бы ветер, было бы то же самое, как... Мукбанг на море. Этот ветер меня просто раздражал. Три раза мама переспросила, тебе действительно одну шаурму. Ты ошибалась. Это мама. А я туда два лаваша поставила. Два лаваша здесь? Как будто пол лаваша. Просто они очень тонкие. Сегодня будет очень много видео. Потому что и вчера поснимали, и позавчера. У меня что-то все время нету времени смонтировать весь материал, который я насняла. Хотя на самом деле я получаю огромный кайф, когда монтирую. Я занимаюсь своим любимым делом. Я не могу сказать, что я заставляю себя. Особенно я люблю монтировать влоги. Потому что в процессе монтажа влогов половина просто удаляется. Двоюродная сестра, Сивит. Кстати, тебе огромный привет. Она всегда интересуется, когда влог. Давай подлиннее, давай побольше. Снимай все, что ты делаешь. Я, по идее, это все снимаю, а потом в конце удаляю. Не знаю, почему. Поэтому влоги получаются короткие. Но по возможности я стараюсь почаще снимать их. Я немного стеснялась. На самом деле никто на меня не смотрит. Как будто так и должно быть. Хотя нет, эти люди смотрят на меня. Они остановились. Смотрят. Так. Они ничего не палят. Ну прогони их. Я не могу продолжать. Иногда смотрю видео русских тиктокеров. Они прям начинают танцевать в сорговых центрах, на экскалаторах. Делают такие вещи. Я вот просто представить не могу, как я могу сделать такое. Это достойно уважения, мне кажется, где-то харизма. То есть она присутствует, то уже в соцсетях вас ждет успех. Если вы не смотрели мой влог, я вам еще раз покажу этот браслет. Мама говорит, ты задрала уже всех с этим браслетом. Как он мне нравится, я просто кайфую. Я сначала его напялила на правую руку. На правой, кстати, не очень удобно. Лучше, когда на левой руке. Я прям с ним спала. Еще вот цепочка золотая, которую я купила. Если вы не смотрите мои влоги, обязательно посмотрите. Вообще, я заметила, что любое изделие, оно на видео выглядит не настолько удачно, как оно на самом деле является в жизни. Нету какого-то блеска. Еще когда на телефон снимаешь, выглядит так себе. Когда на камеру, не очень. Если вам тоже нравится такая идея, пишите мне, пожалуйста, в комментариях. Я буду искать для вас красивые места. Я буду вот так вот садиться и снимать для вас маканг. Если интересно. Если нет, то пишите в комментариях, что Ай-Котовая лучше побольше жратвы, дома, как всегда. Но на мой взгляд, все-таки какое-то разнообразие должно быть. Но все равно интересно. Так как я снимаю часто, получается, что часто что-то повторяется. Здесь грудка, огурчик, помидорка, листья салата. В России еще добавляют корейскую морковку. Тоже очень вкусно получается. Но без нее тоже вкусно. Я когда готовлю шаурму. У меня почему-то мясо внутри не бывает таким мягким, как когда делает мама. Тихо. Да. Продолжение следует... Тихо. Продолжение следует... Но чтобы сообщить, что вы маканжелиться сμ fizer 63-летним. Их сахалт. Тихо. Маканжелую... Я не знаю, что это не есть. Мы могли бы, мам, с тобой вместе Сесть на травки У нас здесь постелена, кстати Мы не как животные Не знаю, можно ли или нельзя лежать на этой траве Но мы всегда с Шелли приходили сюда вечером Совсем уже вечером, когда стемнеет Просто ложились и смотрели на небо, на звезды Мечтали, болтали В тот период и у меня в жизни были некоторые проблемы и трудности И у Шелли были проблемы Мы просто, как два проблемных человека, так скажем Садились и обсуждали эти моменты Мам, это было очень вкусно Но это Очень мало Сейчас бы лечь здесь И поспать часок Реально кайф В общем, на этом все Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось Если это было так, то обязательно ставьте лайки Подпишитесь, пожалуйста, на мой канал Если вы все равно меня смотрите Сделайте мне приятно Просто нажмите на кнопочку подписаться внизу Мне будет очень-очень-очень приятно Ну, прям очень Также обязательно не забывайте подписываться на мой инстаграм Всех люблю Целую, целую С вами гладкий Эмилик Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok